Сказали комментаторы после игры, что на индивидуальном скилле, на ошибках и так далее, все-таки карту забирают секрет. Энэс, ты вот здесь очень недовольным сидел и поражался тому, что происходит. Давай ты первым выскажешься, только до этого я упомянул, что с нами теперь еще Егор Жотом присоединился к нам. Привет, Егор. Привет, Егор. Здравствуйте, господа. Мишка пришел, Мишки сразу проиграли. Я бы сразу, наверное, начал с того, что моменты можем посмотреть, потому что там все мое возмущение, оно как раз на моментах будет видно. В Virtus.pro у них отличный пик на лейт. Более того, у Сиклет вообще ноль шансов в лейте. Но вот, например, 12-ая минута. Virtus.pro им ломают тир-1 вышку. Ну отдайте вы ее, отдайте. Зачем вы сюда вообще пришли деппи? Пошлите одного какого-нибудь Рубика попробовать задинаить с Максом Анжай. Окей, зачем вы здесь деретесь? Зачем они приходят? Я попрошу режиссера отмотать и посмотреть в замедленном действии на Магнатауру, что он вытворяет в этом замесе. Да. Как это слово? Нет, нет, ну просто они могли бы нормально подраться. Это вряд ли могли бы. Нет, 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 смотри, просто сейчас будет накат. У Медузы мало-мало. Вот смотри, на Медузу накат идет. Накат, да. Где Магнатауру сказать? Ты можешь прям сразу здесь РП... Магнатауру пытался увести шар. Ты можешь прям сразу здесь РП и взануть, и как бы три героя там уже будет в РП стоять. И Шейкер тоже. Медуза будет без ХП. Вот, ну если она будет с фуловом ХП, не будет вот такая вот, сможет подраться, там чуть побить кого-то. Да нет, ну там подходит Дарксир и все равно УВП тут все плохо подраться. Тут не нужно драться. Им не надо драться в этой ситуации. А дальше, а следующий момент, ну сейчас это все продолжится. Это просто вот наказание за просто попытку задепить. Зачем? У тебя все идеально. Они неплохо провели очень старт. У них ультимативный лейтгейм. Просто потерпите. Сами пикнули Медузу ластпиком. Не какого-то там агрессивного героя, а Медузу, который мы все знаем, что это герой. Ну мало что может вначале. Неподвижный такой, конечно, у них пик получился. Очень большие кулдауны на ультимейтах. Ну а вот этот момент. Они сами нападают. Это момент на 18 минуте. Опять же, нормально можно еще сражаться. Но они сами идут в агрессию. Опять же, у них нет еще итемов ни на Медузе. Половина героев тут как-то все не вовремя подходит. Сальцер вон только там подходит откуда-то издалека. Ну и куда они шли? И просто в ответку на контр-орензацию. И заканчивала одна мека. Просто мека нажала, и все. Они никого не убили. Убегаем, ребята. Да, по факту демеджа просто тупо нет. По факту, куда они идут? Смысл. Вообще, смысл ультимейтов, смысл пика, это все на защиту. Вот если на тебя нападают, ты используешь свой ультимейт и нормально отбиваешься. Но сам ты не должен нападать, потому что тебе нужно отожрать тупо Медузу. И тебе лучше просто ходить пятером, стакай ей весь лес, стакай ей эйшентов. Пускай она все фармит. А если на тебя нападают, ты издаешь свои заклинания, и ты нормально дерешься. Да, ну тут сейчас уже это моменты... Это уже виртузмойт сильно очень проигрывали, но это просто play of the day, так скажем, наш. Первая номинация на игру Артизи. Артизи на... Опа. Отбринкался от всего, что только можно. Увернулся Мэлдом от... Светочки. Светочки, да, дальше ему дали хосту. Ну, красиво, просто очень красивый эскейп, просто с базы противника фактически. Фактически последняя драка уже игры. Опять же, виртузпром, вместо того, чтобы на рампе сидеть и там пытаться принимать именно на рампе, а не здесь. А что нет, а почему бы? Вот здесь там не подраться и не получить вот такой вот прогас в лицо. Ну, кто это... Красиво сыграл Шелилу в этот момент, он украл шарик. Шарик и спрятал всех своих героев, но все равно там уже столько дэмэджа нанесло, что просто там дощелкал к там ланайке. Всего полгода назад команда Asus Polar играла примерно таким пиком почти каждую игру и играла хорошо, они знали, что делать. А эта команда играла уже совершенно другим стилем в последнее время, и сейчас они решили взять именно эту стратегию. Непонятно почему. Ну, видимо, понятно почему. Они хотели так сыграть, но сыграли совершенно не так, как должны были играть этими героями. Да, то есть они должны были... У них есть один единственный герой в пике, который ДПСит. И пока у него нет айтемов, это медуза ДПСа просто-напросто 0. Глобалы, реверс полярити, можно хоть в пятерых рп давать, толку не будет, если ты вы деретесь на нейтральной территории. У себя на базе, как вот уже Смайл отметил, это другой вопрос. Ты там застанил, увез куда-то там под Т3, под Т4, ТВР, и они там пока возюгуются, это болото какое-то устраивает ВП до тех пор, пока медуза не нафармит. Очень тяжело на самом деле, потому что Templar быстро возит себе даггер, и вот эти вот стаки, которые по идее должны быть для медузы, могут быть зафармлены самой Templar. Плюс еще Лина, которая тоже на начальной стадии, очень агрессивная. То есть изначально задача у Virtus.pro очень такая сложная, тупо от дефа, от дефа, еще раз от дефа. Секрет очень хорошо делали в драках, они сначала растягивали, вот этот юзался глобал, да, они может быть там разменили одного героя, но потом четвером обратно нападали, и под комбинацию Darkseer плюс Шейкер, идеально исполнено пару раз, они просто четвером разваливают пятеро героев, которые уже без всех заклинаний. Медуза, мне кажется, лишним. У ВП было два заклинания на спасение, то есть у вас есть медуза, которая должна фармить. Все, что у вас есть до того, как у медузы появляется айтемы на ДПС, это буквально на четыре нюка, это все контрит с одной меккой и все. У Templar'ки вовсе есть рефракшн, вы можете все четыре нюка дать в этот рефракшн и все. То есть она будет фулл хп, она вас всех убьет. И два скилла из Сон и Глобал, то есть вы просто фармите, 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 если на кого-то напали, оп, там Сон, если Нага рядом стоит с этой медузой, например, медуза так быстро не убить. Или Глобал и ТП аут, например. Все, вы не деретесь, зачем вам самим идти на вражескую половину и что-то делать. Вы захватываете свой лес, выносите артефакты, это врагам надо на вас нападать. Пусть они нападают на вас, и вы их подлавливаете, Магнус наносит даггер, врывается, ловит, увозит под Тауру, вы что-то, может быть, делаете. Но не под Т1 на 12-й минуте и не сами идете потом через реку без какого-то урона и умираете, потому что у врагов Нега появилось. Хорошо, вот Егор, несмотря на то, что ты присоединился к нам только сейчас, ты еще ранним утром прислал нам свои прогнозы на первые два матча, на самом деле. И ты попал в 100% вместе с НС на результат первой игры Вичи Гейминг против МВП. В игре Сикрет Виртус Про ты ставил 2-1 на Сикрет. Подтвердились ли твои, собственно, прогнозы? Что увидел? Виртус Про слабее сыграли, чем ты ожидал? Или Сикрет, наоборот, лучше сыграли, чем ты ожидал? Секундочку, вот Дима Light of Hane тоже нас поддерживает. Он говорит, надо срочно найти шилу Виртусов и нейтрализовать его. У кого-то явно там шило очень большое в одном месте. Ну, про ВГ и МВП говорить ничего не буду. В принципе, довольно очевидно. Мне кажется, у меня такая же логика, что и у Ярика была. Хотя я ее не слушал, но догадываюсь, что примерно такая же. А про ВП Сикрет, ну, я думаю, что... Я понимал, что Сикреты сильнее, они чуть более... Мне кажется... Ну, они настроены больше на победу, чем ВП. Мне кажется, все-таки ВП понимает, что Сикреты фавориты. И они могут отжать карту, да. Но 2-1-2-0 с пользой Сикрет. Ну, я не хотел просто второй день подряд ставить 2-0 против ВП. Просто как-то выглядело бы некрасиво с моей стороны, что типа я их хороню такой. А они взяли бы и выиграли. И что это было бы? Егорыч, что творишь? Сам из-за них играл, что, как крыса? Что-то такое было бы. Шара. Мышь. Хорошо, теперь обращаюсь к тем, кто поддерживал Virtus.pro. К сожалению, Вилат у нас удалился. И в этом лагере остался у нас пока только Арен. Арен! Ну, не считай меня, потому что я тоже за Virtus.pro. Арен, что должны сделать Virtus? Что должны сделать Медведи? Ну, шило то самое. Просто нейтрализовать шило. Ну, играть. Они должны пикать стратегию. Ну, взяли героев и придерживаться стратегии. Они взяли персонажей, которые должны в лейте тащить, а дрались на ранней стадии. То есть они противоречили сами себе. То есть нужно не противоречить своей стратегии. И тогда будет все замечательно. Шило, оно именно в этой стратегии его нужно убирать. Если они сами возьмут стратегию, как у Сиби, то шило нужно, наоборот, еще одну вставить. Безусловно. Я думаю, что нужно им просто постараться пикать свои стратегии, как тут правильно уже сказал Егор. Медузу от Virtus.pro мы не видели ни разу за последнее очень много времени, а может и вообще ни разу в этом составе. Они просто так не играли. Это могло бы быть все, что угодно. И в этой игре это могло быть хоть Сларк, хоть Джиггернаут, хоть еще какой-то более-менее с мидгейм агрессивный герой, который вместе с Магнусом может раздавать. Ну, тот же Сларк, например, и против Темпарки, хороший против кучи Милишникова против кучи Станов. Идеальный герой. Но они настолько почему-то испугались, забоялись, подумали, что надо тянуть куда-то в лейт, что вот Медун. Ну, в этом нет логики. Первую карту нужно было сыграть стандартным героем из этой меты. А потом, если уже совсем не пошло, то вот тогда можно было что-то придумывать. С первой карты не нужно было это делать. Мне кажется, Илюха просто вдохновился примером Бернинга, который на антимаге всех убил и сказал «Ребят, дайте мне антимага». Он такой «Нет, антимага, мы тебе не дадим, ты в крипов вблинкаешься, чтобы тебя убивали». Вот Медуза нормальный парень, мы вроде играли с ней давно, с ней, да, это парень. И блинка нет. И блинка нет, ты не можешь ворваться в крипов. И у тебя еще щит, тебя так сложно, тебя так просто не убить, мы еще Сайленс возьмем и Сон, и тогда тебя точно не убьют, и ты еще в лейт всех убьешь, как, собственно, Бернинг. А потом еще Акторин и там всякие на сексу. Акторин на Медузе. Что, у нас началась вторая карта? Бест оф 3 в нижней сетке. Победитель выходит в топ-6 заслуженно и уверенно. Проигравший занимает седьмое слэш восьмое место. И начинается все с того, что Virtus.pro берут Лину. Лина на ферст-пик становится просто супер, какой-то метой, все так делают. Она стала как будто заменителем Квапу, и Квапу вообще забыли. Хочу заметить, что с сегодняшними играми, постоянным баном Гирокоптера и пиком Лины, Лина вырвалась в топ-1 место по играм на этом Инте. Потому что они с Гирокоптером шли нос в нос. Если я не ошибаюсь, то Лина только что его обогнала. Да они похожи еще герои, на самом деле. У них есть бешеный прокаст, есть потенциал в лейте, тоже при определенных итемах, что один, что второй герой может нормально долбить. И у одной быстрый мувспид, а у другой просто мобильный со своего блинка. Ох, сейчас бы Илюхи антимага не взяли, потому что очень аппетитный герой в сервис стадии усыграет для антимага. Ну ладно уж, не настолько все плохо. В этот раз как-то поинтереснее мне кажется все у Virtus.pro. В тот раз они как-то с самого начала начали играть от защиты с этой ногой Сирены на ферсбик. Теперь есть Лина Шейкер. Есть уже чем повоевать эти герои, которыми Virtus.pro играть умеют. Год на линии может сыграть. Очень здорово наводить какой-то экшен. Году Сайленсер, но это не его герой. Да, он должен соло выигрывать. Сайленсер не выигрывает соло. Саляндер, да. Коп, Лина, это два его лучших. Или Шрак, вот три на самом деле. Отличный скилл решает. Ну что, армия на ИСФ. СФ там немного не то. Мне кажется на ИСФ все-таки весь потенциал с Сережи Брагина. Вп играет за Райдент как раз и можно взять того же ИСФа, потому что год, или Дан у нас много отыграл на линии как раз. Да, это вполне вероятно. Они, видимо, отказались от концепции ИСФа в первой стадии команды Сикрет после того, как сыграла и несколько игр проиграла. А то им весь турнир не давали ИСФу говорили, эх, сейчас бы нам ИСФа дали, всех точно разнесем. ГПМчик, ребята, сравнить тут можно. Ну, тут как бы и Virtus.pro начали проигрывать очень быстро, поэтому смотрели на эти цифры. Да нет, просто ФНГ он больше 200 не поднимается, в принципе. Ты уже об этом говорил, я помню. Серега хейтит, саппорт, который не фармят. Он-то стоял, подбивал себя на Яшку, на Вингу себе. Я, он-то у мальчика воровал фарм просто. Там хвост зашел, там в шатер, стоит, что-то трет с вилатом в углу. Эх, на хвостовую рубашку одеть и посадить между нами. Но он не готов, не готов он сегодня работать на камеру. В любом случае, пик продолжается. Вот подбанили немножко секреты Кэрри против Virtus.pro. Ушел в бан Антимаг, ушел в бан Фантом Лансер. Virtus.pro же убрали Виктора Неверна и Рубика. Неверна? Неверна. Сайленсер остался для Virtus.pro, потому что против вопыт Дарксиры, мне кажется, Сайленсер нормальный выбор. И в ВП играют, и сейчас взять Лина в мид. Саппорта такое надо делать. Вот это очень.